Здравствуйте! Появление черного квадрата Казимира Малевича ознаменовало собой приход новой индустриальной... Потому что это форма, которая не встречается в природе. И, наверное, это была та самая точка, это был тот раздел, который знаменует собой новый виток, новый после возрождения обострения отношений с природой. Не только в России, но и в других странах в моде индустриальная тема. Вы видите, как динамично, необыкновенно талантливо воплощается эта тема в работе Кравченко. Или у Бугаевского эпический масштабный пейзаж с кранами, со стройматериалами. И природа, она становится только материалом для того, чтобы человек её преобразовывал, подчинял и достигал своих целей. Это позиция, заложенная в возрождении, когда человек становится и начинает ощущать себя венцом природы. Соцреализм, ведущий стиль советской России, и всячески приветствует, и пропагандирует, и поощряет производственную тему. И вот современное искусство. Буквально на днях 21 февраля открылась выставка Аристарха Чернышева в Москве, которая называется «Токсичные отходы». Он работает в новой технике, он фотографирует сначала реальные объекты, а потом воспроизводит их уже в материале из пластика. Такая политизация помойки. Как бы необходимо использовать новые технологии для того, чтобы рассказать о том, как они вредны. Ну, что же делать? В Казани тоже прошла похожая тема. Это выставка, которая проходила совсем недавно в Казанском Кремле. Авторы ее два краснодарских художника, Блохим и Кузнецов. Они образуют рециклингруппу. И они рассказывают о том, что останется после нас. Уходят цивилизации, и после них остается то культурное наследие, ради которого мы с вами едем в другие города и страны. Что остальное, кроме горпластика, стаканчиков, бутылок? Образ человека, который перевоплощается, перерождается из мусора, с одной стороны ужасен, а с другой стороны невозможно отрицать себя, невозможно отрицать свой образ жизни. Возможно, это постановка вопроса. Это только одно из направлений современного искусства, достаточно прямолинейного, который поднимает вопрос бытовых отходов, вопрос того, как нам обходиться из мусора, и что сами мы теперь тоже немножечко состоим из того, что остается после нас. Это немного похоже на работу Арчимбольда, мастера Возрождения, мастера XVI века, только он образ человека выкладывал из цветов, растений, овощей и фруктов. Современный образ человека состоит несколько из других вещей. Работа Коловеля, лошадь и поезд, противостояние природы и цивилизации. И, глядя на эту картину, разумом мы понимаем, что лошадь погибнет. Но замечательные художественные средства, использованные в этой работе, позволяют Коловелю доказать, что все-таки природа способна победить этот мчащийся в тумане поезд. Посмотрите, лошадь по объему гораздо больше маленькой точки поезда, вырастающей из тумана. Вот это большое движущееся стремительное пятно оно убеждает в нас, что шанс у нас есть. Образ этот, вот экзистенциальный образ тоски и печали, который рождается в 60-х годах, прекрасно отражён в скульптуре Джекаметти «Шагающий человек один». Вот эта самая экзистенциальная тоска, возможно, она и вызвана тем, что человек потерял связь с природой. Он так хотел выделиться, он так хотел стать венцом её, что теперь он один, он сам по себе. Реки, горы, всё то, что было, подпитывало его, стало просто окружающей его средой. Картины смерти, а натюрморт всегда — это маленькая смерть. Мы же понимаем с вами, что вот этот прекрасный натюрморт, он рано или поздно увянет. Современные художники обнажают проблему и показывают нам то, на что мы смотреть обычно не хотим. Ричард Лонг прокладывает в пустыне дорожки из тех материалов, которые можно найти там же. Это такой путь человечества. Это путь неизвестно куда. Это лентарт, который возникает в 60-е годы. И как ни странно, лентарт, искусство Земли, возникает тогда, когда начинает осваиваться космос. Человеку необходимо было посмотреть на Землю из космоса для того, чтобы понять, какая маленькая и хрупкая это планета. Именно поэтому начинали мы свое выступление с флага Земли. Человек протаптывает свою дорожку. Протаптывает, несмотря на препятствия, несмотря на рельефы. Он стремится к своей цели. Вот только куда он стремится? Мы видим с вами, что в конце этой дорожки стоит скала, природная скала, в которую совершенно точно воткнется наш персонаж. И еще более остро стоит работа смерти и жизни в инсталляции «Тысячи лет» у Дэмина Хёрста, сделанной в 1990 году. Вообще Дэмина Хёрста обвиняют в жестоком отношении с природой. И здесь у нас есть мухобойка, коровья голова, мухи и личинки. Мухи и личинки в том боксе, где вы видите белый ящик, они могут вылететь через дырочки и полакомиться этой самой мертвой головой. Но беда в том, что они все время стремятся подняться вверх, где их ждет вот эта самая мухоловка. Поднимаясь вверх, как человек со своими цивилизациями, стремлениями и амбициями, мы неминуемо попадаем в ловушку. Физическая невозможность смерти сознания живущего — это как раз обострение проблемы и экологической тоже. секс, страх и смерть — три мотива, которые неизменно вызывают интерес и прекрасно продаются, как достаточно резко заявляет сам Дэй Минфёрст. Маурица Котелан, белка, покончившая с собой. Иронично, жестко и грустно. И теперь образ человека передается нам через чучело животного, через тушку его, как потерявшего смысл и не представляющего трагедии. И закончить бы хотелось работами вот этого художника Андриса Гурски. Он работает с фотографией, а потом обрабатывает ее на компьютере. И он показывает, как превращается наш мир в матрицу, как заполоняет собой все. Такие эпические картины мусора. И, наверное, вот это самая важная работа в его творчестве — «Вид на рейм». В законченном виде эта работа будет выглядеть так. Это фотография очень больших размеров, кадр, перенесенный на оргстекло. Андрис Гурски сотрет те элементы пейзажа, которые будут его искажать. К сожалению, не всю деятельность человека можно стереть так же, как это возможно было сделать на фотографиях Андриса Гурски. Современное искусство предупреждает, ставит диагноз и ставит вопросы. Оно не дает ответов. Ответы должны найти мы с вами. Спасибо за внимание. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.